Пациентку с подозрением на коронавирус госпитализировали для обследования прямо во время перехода пограничного пункта пропуска Брест. Согласно смоделированной ситуации, девушка прилетела из Пекина в Варшаву авиарейсом, после чего пересекла польско-белорусскую границу. В инфекционный корпус Брест к областной больнице ее доставили в специальной транспортировочной камере, предназначенной для того, чтобы не произошло заражение окружающей среды. Эта транспортировочная камера называется Биобэк. Она работает в двух режимах. Работа в отрицательном режиме, как в данном случае. То есть она позволяет очистить воздух от предполагаемого особо опасного агента, то есть в данном случае коронавируса. И может работать в положительном режиме, но это в принципе уже для защиты пациента, который имеет огромную площадь ожогов или очень низкий иммунитет. И мы находимся в очаге, где возможно много бактерий, вирусов и так далее, чтобы защитить его. Транспортировочная камера, к слову, позволяет проводить весь медицинский комплекс обследований. Сделать кардиограмму, непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких можно через специальные рукава. Далее инфицированный пациент попадает в палату, где проходит полную диагностику. Два-три раза в год проводятся подобные учения. Слава богу, на практике мы этот биобокс, который вы сегодня увидите, не использовали, но отработано это до мельчайших нюансов. Бригада, выезжающая на место вызова, одевает определенные средства индивидуальной защиты. Приезжает на место вызова, осматривает пациента, оказывает необходимую симптоматическую терапию. Включается схема оповещения инфекционного стационара, вышестоящих организаций. Пациент изолируется и в порядке, предусмотренным нормативными документами, госпитализируется в инфекционное отделение. Словом, все лечебные учреждения города готовы к немедленной реакции на появление инфицированных коронавирусом. Самая главная база – это инфекционное отделение на 120 коек Брестской областной больницы. С медперсоналом, работниками таможни и пограничного комитета проведена учеба по выявлению коронавируса. Полностью обеспечены работники и таможенный пограничный комитет тепловизорами, которые могут выявлять пациентов с повышенной температурой. Полностью есть медикаменты, расходные материалы, средства защиты для всего медперсонала есть, необходимый запас респираторов, масок, перчаток. И плюс неснижаемый запас есть на фармации. Если необходимость такая будет, то можно в течение дня двух пополнить этот неснижаемый запас и полностью обезопасить весь медперсонал от заражения коронавирусом. Между тем, в медицинские учреждения Брестской области для обследования на коронавирус обратились 23 жителя. Ни один случай болезни не подтвердился.